Девочка-пай Здравствуйте! Человек всю жизнь проводит в поисках счастья. День Аиста – это программа для тех, кто уверен, что настоящее счастье – это семья, улыбки детей, их победы и помощь в самых сложных жизненных ситуациях. На сайтах установите.кз и государственном портале балладифиск.кз вы можете найти анкеты детей, которые живут в детском доме и мечтают о том, чтобы стать настоящим счастьем для очень искренних, любящих приемных родителей. Потенциальные приемные семьи могут позвонить на короткий номер 1422. Оператор соединит вас со специалистом вашего региона. Это проект поддержки приемных семей «Жануя», который организован домами мамы. Их миссия заключается в профессиональной поддержке, сопровождении приемных родителей, а также в повышении культуры усыновления в Казахстане. Героиня нашей сегодняшней программы зовут Надежда. Она живет в детском доме недавно, ее мама ограничена в родительских правах. Жизнь штука сложная, и порой родители не справляются со своими обязанностями. Конечно, каждый имеет право на ошибку, но вот платить за ошибки взрослых дети не должны. У Нади есть младшая сестренка. Девочка иногда встречается с мамой и дедушкой. И, казалось бы, она не одинока, но вот живет ребенок в детском доме. Возможные формы устройства в семью для Нади – это опека и патронат. И мы верим в то, что среди наших телезрителей есть те люди, которые смогут изменить жизнь девочки к лучшему. Почти год назад жизнь Нади перевернулась. Девочка оказалась в детском доме. Сейчас ей 11 лет. Это сложный возраст становления, выбора жизненных ориентиров и целей. Сначала Нади испугалась, но вскоре приняла перемены и адаптировалась. Во многом помогло увлечение танцами. Я занимаюсь танцами, и мне очень нравятся восточные индийские танцы. Загадочный восточный орнамент, язык жестов – все это кажется невероятно увлекательным и будоражит детскую фантазию. Надя очень талантливая, любознательная и умная девочка. Я учусь в школе очень отлично. Мои любимые предметы – это математика, литература, русский. Я мечтаю стать зубным врачом. Надя бывает разной. Активной, веселой хохотушкой с прекрасным чувством юмора. А порой она часами рисует в тишине. Все картины юной художницы очень светлые, чистые и позитивные. Я люблю читать книжки «Снежную королеву», «Красную шапочку», «Волк и заяц», «Гарри Поттер». Потому что там конец очень трогательный бывает и счастливый. Надя верит, что добро всегда побеждает. А самые заветные желания обязательно исполняются. Наденька очень любит животных, особенно пушистиков. И поэтому она мечтает, что однажды у нее появится котенок. А еще было бы здорово увидеть море. И уже совсем сокровенные желания, чтобы как можно скорее оказаться в семье. Такой, где царит любовь и доброта, где все друг о друге заботятся, любят трудиться и, самое главное, берегут друг друга. Надюша уверена, что счастливый финал бывает не только в сказках. Всю необходимую информацию о Наде вы можете узнать в органах опеки и попечительства города Алматы. А если у вас есть вопросы, касающиеся процедуры усыновления, опеки или патроната, или же у вас есть сомнения, насколько вы готовы к тому, чтобы взять в семью приемного ребенка, то вам всегда помогут опытные мамы и папы в ассоциации приемных родителей, которые легко найти через интернет. К счастью, менталитет нашего общества в последние годы очень изменился в лучшую сторону. Приемные семьи уже не прячутся и не скрывают правду. Но, к сожалению, сегодня в детских домах живут тысячи детей, которым очень нужна семья. Информацию об этих детях вы найдете на сайтах усыновите.кз и баладифиз.кккк.ккк. В этом месте находятся анкеты детей, которые живут в детском доме и очень ждут своего дня аиста. Субтитры создавал DimaTorzok